Ребята до года и те, которые с ними находятся, волонтер о собачках своего приюта. Наши новости насчет медосмотра, который продолжается в домашнем мини-приюте собаки Симашка. Сегодня были осмотрены ребята до года и те, которые с ними находятся, болеющие, спинальники. Не очень волонтер Марина Абельдяева довольна состоянием хвостов. У Тильды начала выпадать шерсть, скорее всего по возрасту. У Шуши началось областение на лапах, такое уже с ней было когда-то. У Болки нелады со зрением и сердечным ритмом. У Милани после тяжело перенесенного интерлита проблемы с суставами. Несмотря на это все, есть и то, что породовало волонтера. У пятерых спинальников появился прогресс. У кого-то начали нагреваться лапы, у кого-то начало отходить моча. Двое начали ползать, но все равно женщина продолжает делать им всем массажи. Ребятки с онкологией в прежнем состоянии. В нашем случае, если нет отрицательной динамики, это уже тоже хорошо. Двое Коко и Жмелька. Подлежит им стерилизация. Хорошо, что в этой компании только один кавалер по кличке Хвостик. И он уже давно стерилен. Ребята хорошо растут, развиваются. Аппетит отменный. Обработку от паразитов Марина Абельдяева сделала. Общий вес осмотренных питомцев 338 кг. Фотки пока выставляем частично старые. У волонтера после попадания в воду телефона заряжаются только если придерживались до зарядки. Мастер сказал, что ремонту он не подлежит. Три часа заряжает, а при включении он сразу садится. Теперь это мой косяк. А так, десятый телефон за два года. Винит только себя женщина. Дорогие мои друзья, вынуждена просить о помощи. Приют по-прежнему нуждается вкусной теплой помощи. Траты огромные. Зарплата моя их не выдерживает. А впереди вакцинация, стерилизация, лечение, кормление хвостов. Все хотят быть сытыми, сидеть в тепле, в чистоте и быть здоровыми. Мне одной без вашей поддержки не справиться. Говорит хозяйка приюта. Спасибо.